Здравствуйте! В эфире программа «Территория здоровья». С вами Инесса Потапова. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Эту народную мудрость можно применить и по отношению к нашим глазам. С самого детства мы не пережем свое зрение, читая лежа и при плохом освещении, повзрослев, часами стим перед компьютером или уставившись в экран смартфона. Восстанавливать испорченное зрение приходится офтальмологам. О том, как это делается в Чувашии и как уберечь свои глаза, смотрите далее. Существует интересный факт о нашем зрении. Мы все видим вверх ногами. Изображение видимых предметов формируется на сетчатке глаза по закону оптики так же, как на матрице фотоаппарата, в перевернутом виде. Однако мы видим окружающие нас предметы правильно, потому что наш мозг сам переворачивает это изображение, основываясь на других получаемых сигналах. Правда, в первый месяц жизни он еще не умеет этого делать, и новорожденные видят мир перевернутым. Получая и другие сигналы, звуковые, осязательные, мозг постепенно учится их согласовывать и формировать правильную картину мира. Для того, чтобы проверить этот факт, понадобится обычное увеличительное стекло. Отведите на расстояние вытянутой руки и посмотрите на объекты вдали. Они будут перевернуты. Признаки заболеваний в первое время незаметны и могут быть определены только во время осмотра специалиста. Посещать окулистов в целях профилактики нужно один раз в год. К социально незащищенным слоям населения офтальмологи приезжают сами. Для этого в республике работает мобильный комплекс. Любой пациент в виде объявления, что проводится выездной прием, может набрать номер телефона, указанный в объявлении, и записаться на прием. Где эти объявления можно найти? Эти объявления размещаются в местных газетах. Иногда они даются по радио, по телевидению, либо же в соцсетях публикуются. Мы приезжаем в районы, в города, в села. Приезжают наши высококвалифицированные доктора, которые для того, чтобы поставить правильный диагноз, имеют все в этом комплексе. И мы выявляем тех пациентов, которым мы можем помочь. Мы можем лечить абсолютно все заболевания, которые лечат в мире. В мобильном комплексе работают четыре специалиста. И у каждого своя задача – проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, оценить состояние сетчатки и сосудов глазного дна. Пациент бывает просто приходит, например, подобрать очки. Его беспокоит ухудшающееся зрение вблизи, связанное с возрастом. Во время осмотра мы у него обнаруживаем высокие цифры внутриглазного давления во время предварительного обследования. А затем во время осмотра пациента уже детального обнаруживаем у него, например, начальной стадии глоукомы. Глоукома – это такое заболевание, которое развивается очень коварно и из-под воль. И на первых стадиях пациент может совершенно не предъявлять никаких жалоб, поскольку оно выявлено на начальных стадиях. Пациенту будут даны рекомендации, и если он их будет соблюдать, он может видеть хорошо и качественно долгие-долгие годы. Профессионализм врача – это важно. Но огромное значение имеет его инструментарий. В больнице Республики закуплено новое оборудование. Справа находится прибор тополазер, позволяет определить кривизну роговицы и диаметр роговицы. Слева находится прибор, позволяет определить все параметры неровности участка истончения роговицы. Это необходимо перед проведением лазерной коррекции зрения, а также для диагностики различных заболеваний роговицы. Современные оптические приборы, а также для расчета линз, для исследования всех внутренних структур глаза – все то, что позволяет врачам за час-полтора знать о глазах пациента все. Удобно? Да. Вполне. Первая меточка вам нужно будет смотреть на негде. Газик также широко-широко открыть и моргать. Четко видеть окружающий мир, в полной мере наслаждаться его красотой, разнообразием и естественное желание любого человека. Компенсировать плохое зрение помогают очки и контактные линзы. Но есть способ хорошо видеть и без них. Один из прорывов современной офтальмологии – лазерная хирургия. В Чебоксарах появился эксимерный лазер последнего поколения, не имеющий аналогов в республике. Прибор сам может контролировать движение глаз или движение зрачка благодаря встроенному айтрекеру. То есть, если пациент во время операции сделает неожиданное движение глаз в сторону, лазерное воздействие автоматически прекращается благодаря айтрекеру и будет продолжено только в том случае, если глаз примет правильное положение. Следующее преимущество – это минимальный тепловой эффект во время проведения лазерной процедуры. Благодаря этому операция лазерной коррекции проходит максимально щадяще для пациента. Одним из самых опасных для зрения заболеваний является катаракта. Она встречается у каждого шестого жителя планеты старше 40 лет и является самой распространенной причиной слепоты. Технологическая революция в офтальмологии произошла благодаря искусственному хрусталику. Первую имплантацию искусственного хрусталика выполнил в конце 1949 года английский офтальмолог Гарольд Ридли. Не остались в стороне и наши соотечественники. Первые советские хрусталики изготовили на кухне в Чебоксарах. Произошло это в один из вечеров 1959 года. Святослав Федоров вместе с Семеном Мильманом, слесарем электроаппаратного завода, выточили на специальном оборудовании первый в СССР искусственный хрусталик. Его вживили кролику. Фазмасса не вызвала серьезных изменений в глазу. Питомец с искусственным хрусталиком и завязанным здоровым глазом быстро кинулся к морковке. Через год исследований и наблюдений была проведена успешная операция 12-летней девочки. Незрячий из-за врожденной катаракты глаз стал видеть. Сегодня лазерные технологии и акриловые материалы позволяют заменить помутневший хрусталик на искусственный. Это является рядовым этапом операции по удалению катаракты. Все, что раньше выполнялось мануально, то есть вручную, в настоящее время выполняется с использованием фемтосекундного лазера, то есть автоматизировано, что позволяет нам получать разрезы, отличающиеся прецизионной точностью, а значит гарантированным результатом в послеоперационном периоде. Это практически единственная установка, на которой можно выполнить и сопровождение хирургии катаракты, и роговичную хирургию. При выполнении манипуляции механическим ножом часто происходит неравномерный кривой срез. Это может осложниться плохим заживлением и образованием грубых рубцов. Суть лазерной установки заключается в том, что он выкраивает именно ложи для трансплантанта. Таким образом, хирургу намного легче провести пересадку роговицы. И в данном случае на мониторе этого фемтосекундного лазера происходит вся визуализация, для того, чтобы хирург смог проследить весь ход операции. Часто причиной инвалидности по зрению, приводящей к полной слепоте, является травма глазного яблока. С такой проблемой в Республиканскую офтальмологическую больницу обращается более 5000 человек в год. Получил тяжелую производственную травму 3 мая. Был удар болтом по глазу. Была сильнейшая контузия и разрыв склеры. По моменту поступления пациенту была проведена первичная хирургическая обработка, произвела консервативное лечение, и сегодня он планируется у нас на операцию. Сегодня существуют методы, способные улучшить или восстановить зрение даже в тех случаях, которые совсем недавно считались безнадежными. Оборудование, которое сегодня представили наши операционные, это самое совершенное современное хирургическое оснащение, микроскоп, увеличивающий в десятки раз все, так сказать, структуры глазного яблока. Мы фактически работаем с микронными структурами при помощи микрохирургического инструментария. В сегодняшних реалиях можем снимать один из слоев, там несколько слоев сетчатки, работать с очень тонкими мембранами, ликвидировать очень, так сказать, незаметные глазу нарушения, которые видим только на диагностическом оборудовании. Несколько месяцев назад в больницу поступила девушка с серьезной травмой. Отслоение сетчатки с очень сильными изменениями ее структуры. Врачам удалось вернуть пациентке зрение. Сейчас она проходит второй этап операции – удаление силиконового масла с помощью микрохирургических инструментов. Все эти технологии позволяют даже очень тяжелую ситуацию и приводить к хорошему финалу. Получил травму на левый глаз, после чего у меня отслоилась сетчатка, и я вообще ничего не видел. Думал, все, зрение не восстановится. И меня здесь врачи успокоили, сказали, вылечим, не переживай. И свое дело сделали отлично. Экстренно была проведена операция, и восстановили у меня зрение. Умные линзы, которые превратят глаз в аналог объектива фотокамеры. Печать роговицы на 3D-принтере. Бионический глаз, позволяющий слепым хоть немного заглянуть за непроницаемую завесу тьмы. Все это – будущее индустрии биомедицины. Если мы говорим о микронном уровне хирургии, то я думаю, что в ближайшие несколько лет мы уже перейдем на уровень генов. Будем менять возможности, будем менять технологии, уже даже не всегда связанные с хирургией. То есть, да, это будут возможности, которые позволят нам, наверное, где-то что-то лепить и творить самим. Пусть чудеса технологии радикально изменят представление о возможностях человеческого взгляда, но они не смогут изменить главное – тот факт, что самой совершенной камерой и инструментом визуального считывания информации останется обычный здоровый человеческий глаз. Сохранить зрение на долгие годы поможет в соблюдении некоторых правил. Первое – высыпаться. Регулярный недосып плохо влияет на состояние зрительного нерва. Давайте глазам отдыхать в течение активного дня. Во время активной нагрузки на глаза необходимо делать 10-минутные паузы. Смотреть телевизор и читать книги важно в хорошо освещенном помещении. Категорически нельзя читать во время движения. Привычка щуриться не только портит внешний вид, но и отрицательно влияет на глаза. Также употребляйте в пищу продукты, богатые витаминами А, Е, С. Чаще гуляйте на свежем воздухе и регулярно посещайте офтальмолога для профилактических осмотров. О главных направлениях развития здравоохранения, об уникальных специалистах и технологиях поговорим в следующих выпусках программы. Берегите себя и до встречи на территории здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова